Как нам сказали, через БХТВ, охват вот этого спутника, он занимает более 1 миллиарда человек. И в основном это русскоговорящий, то есть это территория всего бывшего Советского Союза. Потом будем молиться, чтобы вся вот эта территория. Начала слушать. Слово Божие. Был один проповедник Александр Кац. Он написал книгу «Совершенная церковь». Его церковь находилась в Америке. Церковь была не больше 40 человек. Но влияние этой церкви, оно было колоссальным. Очень сильные, мощные книги. И мощные откровения. И мощные откровения. Сегодня я хотел еще поприветствовать. Мы вот второй раз съездили с супругой в Молдавию. И второй путь путалахме с супругами в Молдово. Ну, второй раз мы уже въезжали туда как домой к себе. И везде вот машины с молдавскими номерами. И навсяк где кулисы с молдавскими номерами. И мы вернулись, когда обратно в Болгарию. И я сейчас, когда вижу, перед нами едет машина в Болгарию. Ну, вижу, с молдавскими номерами. Виждам молдавски номери. Ну, красивый флаг такой. Красив, красиво знамя. Молдаван очень красивое знамя такое. Те имат много хубаво знамя. И я говорю, Наташ, о, наши едут, смотри. А, това са нашите хора. Наши молдавани. Нашите молдавани. Ну, у нас сегодня времени немного. Я хотел, чтобы мы поприветствовали пастыря, который приехал нам из города Кишинева. Пастыр Сергей. Пастыр Сергей от град Кишинев. Слава Богу. Спасибо вам, Господу, что вы пришли сегодня в наше собрание. Благодарячит, что вы захотите, то в следующий воскресенье приходите и послужите там, ну, немножко свидетельством или словом. Помолитесь Господу, как Господь скажет. Мы будем рады. Слава Богу. Я сегодня, у нас остается буквально 25 минут. Продолжение проповеди, темы. Продолжение на предыдущем проповеди, о которой я уже несколько недель проповедую. За което проповедуем в няколко седмице. И это тема восстановления скинии падшей. Восстановление падного скиния. И вот почему-то в книге пророка Амоса звучит, что Бог обещает, что Он восстановит. Мы в прошлом воскресенье дочитали это место. И потом в книге Деяния, в 19 главе это место повторяется. И в книге Деяния, в 19 главе, это место повторяется. Бог обещает нам. Бог не обещала. Что Он восстановит скинию потрескавшуюся. То есть та, которая потрескалась. Скиния, которая распада. Скинию Давидова. Давидова это скиния. И которую он называет почему-то падшей. И то есть это скиния почему-то упала. Та же скиния, поняк, и падного. И вот эта скиния, она получила название скиния Давида. Сегодня я прочту вот это одно место. Которое написано во второй книге Царств. Шестая глава. Только седьмой стих. Мы немножко повторим, и я буду просто продолжать. Повторю то, что мы читали в прошлый раз целую главу. Сегодня мы прочитаем только один стих. И принесли ковчег Господень. Мы помним, что царь Давид это сделал со своими левитами, со своими служителями. И поставили его на своем месте. И вот где написано поставили? Посреди скинии. То есть в середине буквально. Которую устроил для него Давид. То есть эту скинию построил уже царь Давид. И принес Давид все сожжения пред Господом и жертвы мирные. То есть, если раньше скиния была построена по определенному чертежу, по откровению Бога через Моисея. Как упреди скиния была построена через определенное откровение. Очень четко, очень строго. Как она должна быть, из чего она должна быть. Где должен стоять ковчег Завета. И мы узнали, что ковчег Завета должен строго стоять за чем? За завесой, правильно? Но вот царь Давид почему-то решает ковчег Завета поставить в другом месте. Он поставил его прямо посередине вот этого шалаша. То есть в центре вообще скинии. Не за завесой. А перед завесой. И она стала видимой. То есть раньше люди, народ Божий, этого ковчега даже не видел. Аминь или не аминь. Раз в год только кто? Первосвященник. Если он сохранял свою чистоту. Чистота, святость какая-то. Потому что, если бы он хотя бы в чем-то согрешал. Вы помните это? Он мог зайти за завесу. Той би могил да мине зад завесата. И если он был в грехе. И ако той и бил в греха. У него на одеждах были колокольчики такие специальные. И той имаше специалные звенчета върху дрехите си. И если он был в грехе. И ако той и бил в греха. Этот первосвященник падал и умирал. То есть, первосвященник и падал и умирал. Можете представлять, ну, какое место святости? Представят ли си това место на святостта? Писание говорит, что человек не может посмотреть на Бога и остаться в живых. Писание доказывает, что человек не может посмотреть на Бога и узнать на живых. Ну, имея в виду простой человек, грешный человек. Обикновен человек, грешен человек. Вот, первосвященник должен себя хранить в такой чистоте святости. Привосвященник требовало да пази себе си в чистота. И когда левиты слышали, что священник упал. И левите сачували, что первосвященник падал. К нему была привязана специальная веревка. И его вот так вот за эту веревку оттуда вытягивали буквально. Каким его вытягивали оттуда? Его вытягивали оттуда мертвым. Серьезно? Ну, это серьезно, правда? Как Бог серьезно относится к святости? Ну, вы знаете, Бог что-то захотел изменить. Опять же, мы не договаривались, сегодня была прекрасная песня. Которая в свое время «Новая жизнь» пела, да? Новое поколение. Новое поколение. Кочкин. Я думаю, мы все смотрели, слышали с упоением вот эту песню, где от лица Бога поется. Я не хочу быть за завесой. Я не хочу быть за глухой стеной. Бог со своей стороны. Давайте мы это место прочитаем, потому что это очень мощное место. Это очень важное место. Евангелие от Матфея, 27 глава. Евангелие от Матфея, 27 глава. С 50 стиха. От 50 стиха. 27 глава, Евангелие от Матфея, 50 и 51 стихи. Иисус же опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвоеми, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. Вот у нас когда-то задали такой вопрос, спросили, а кто разорвал завесу-то? И вот ныжься не питали, кой я и раскрылась за завесу-то? Сверху донизу. Кто ее? Разорвал. И ответ был очень простой, сам Бог ее разорвал. Бог не хотел оставаться за завесой. Вы знаете, вот царь Давид, он все это делает по откровению. Никто ему этого не говорил. Никто его не учил так делать. Он по откровению поставил ковчег завета прямо посреди шалаша. Хотя кто-нибудь мог бы из священника возмутиться. И сказать так никто никогда не делал. Ковчег раньше стоял за завесой. Почему? Кто тебе сказал, общество, поставить его посередине? И скакать перед ним. И прыгать. И славить Бога. На самых разных инструментах. Мы чуть-чуть попозже прочитаем это. Но что для меня сегодня очень важно прочитать, о том, что сам Бог со своей стороны, Он разорвал эту завесу. И сегодня вход во святая святых, Он открыт. В тот момент, когда Иисус Христос испустил дух, В тот момент, когда Иисус издыхнул, Да, Он заплатил дорогую цену. То и платил скопа цена. И так и написано. И так и написано. Чтобы мы, Не. Прежде омывшись драгоценной кровью Иисуса Христа, Приди да все умеем со скопу цену и так рыв на Иисус Христос, Могли с дерзновением Входить во святая святых Бога. Смотрите, как прекрасно. Колко прекрасно. Давайте мы пойдем дальше. Еще одно место я прочту. Следващото место я прочту. И это место, оно находится в первое царство. Това е первое царство. Шестая глава. Шестая глава. Четырнадцатый, пятнадцатый стихи. И здесь написано так. Давид скакал изо всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной и фот. Так Давид и весь дом Израилев Несли ковчег Господний с восклицаниями И трудными звуками. То есть вот у нас шафар звучит, да, периодически. Шафар периодично звучит при нас. Мы периодически восклицаем. Периодично восклицаем. Мы кричим Господу. Виками. Мы поем. Пеем. И еще одно место сразу прочту. И другое место, что прочту. Про инструменты, как я обещал. За инструменты. Первая книга про Липоменон. Шестнадцатая глава. И это тоже очень важно. Потому что мы сегодня все это делаем. Потому что так написано. Первый Литописи. Шестнадцатая глава. С первого стиха. Вот первый стих. И принесли ковчег Божий. Поставили его среди скини. Опять же повторяю Писание, которое устроил для него Давид. И принесли Богу все сожжения и мирные жертвы. Когда Давид окончил все сожжения и приношения мирных жертв, то благословил народ именем Господа. И раздал всем израильтянам, и мужчинам, и женщинам по одному хлебу, и по куску мясу, и даже по кружке вина. Молдаван к этому служению нельзя допускать. Потому что мы поняли, что в Молдавии, ну, нам так, каждый вечер подносили, говорят, ну, зачем пить воду, когда есть вино? И Молдавия, как при нас сказано, за что допить, и куда? Ну, мы говорим, извините, пожалуйста. Как-то для нас это, конечно, вот. Хотя, вот, на самом деле, вот в Израиле вот так поступали. Хотя, вот, теологи пишут о том, что это не совсем было вино, а это было, ну, в большей степени виноградный сок. Ну, вот такой вот момент. Ну, раздавались определенные жертвы, люди приходили, людям, конечно же, это было приятно. И мы о продалении жертвы, хората саидовали. И из 4 стиха прочту дальше. И поставлю на службу предковщенкам Господним некоторых из левитов, чтобы они словословили, благодарили, превозносили Господа Бога Израилева, Асафа главным, вторым по нем Захарию, Янила, Шимирамофа, Ихила, Матафию, Ильява, Иванею, Авет Едома и Ионела с псалтырями и цитрами. Ну, музыкальные инструменты, струнные. И Асафа для игры на кимвалах. А Ванею и Азиила священников, чтобы постоянно трубили предковщегом завета Божия. В этот день Давид впервые раздал псалом для словословия Господу пред Асафа и братьев его. И как звучал этот псалом? Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Что нам надо делать? Возвещать в народах дела Его. Все очень просто. Чудеса Его. Пойте Ему, бряцайте. Вот у нас аж два бубна, в которых мы периодически бряем. Вот это мой персональный инструмент. Это, я не знаю, какой-то африканский. Кто-то привез нас когда-то, благословил кимвал, на котором я на каждом служении бряцаю. Почему? Я же не сумасшедший. Потому что это вот написано. Я прочитал, надо бряцать. Ну, я взял, что мне под руки попалось. И вот уже, не знаю сколько, наверное, лет 10 точно бряцаю на этом инструменте. Потому что так написано. За что тут такая пища? Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце и ищущих Господа. В защите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. Можешь сказать на это аминь? Ну, это просто потрясающе, да, то, что пишет Давид. На самом деле в каком-то предчувствии. Вот у Давида с интуицией все было хорошо, да? И Давид имал много добра интуиция. Мы говорили о том, что во святая святых находился вот этот ковчег, в котором находилась манна небесная. В расцвету то място се намирал този ковчег, където се намирала небесната манна. Рассвет шизжезал Аарона. Рассвет на ужезал на Аарон. И камените скрижали, на которых были написаны заповеди. И камените скрижали, на которых были написаны заповеди. Но на сегодняшний день эти заповеди, они написаны на плотяных скрижалях наших сердец. И вот расцвет шизжезал Аарона. Это прообраз, это символ власти. Власти верующего человека. Это символ интуиции. Что мы интуитивно чувствуем, что Дух Святой хочет сделать для нас. Куда Он нас ведет? Что Он хочет сказать через нас? И еще открытые двери общения с Богом. Это то, что сокрыто в нашем Духе. Это манна небесная. Там манна, которая сходит с небес. И которую мы мгновенно должны просто вот так где-то фиксировать. Я хотел сегодня поблагодарить сестру Ирину Пермякову. Которая нам каждый раз показывает очень хороший пример. Она всегда с тетрадкой. И она каждый раз там что-то записывает. Я подошел сегодня и спросил. Хотя я уже предполагал, конечно. Она записывает любую мысль, которая ей во время проповеди приходит. О, вот это интересно. Это надо записать. И как Ирина, вы сказали сегодня. Записал, значит... Не записано, забыт. Хороший пример, правда? Това е добър пример. Ну, раньше мы в 90-х годах, мы все носили Библии. И през 90-те години всички носиха Библия. Понятно, другое время, сегодня все с гаджетами. Това беше другое время, сейчас всички с телефони. А я помню, у нас Библии были все затрёпаны, все таки. Ага. Ние всички имахме Библии, които са били вече износени малко. В какой-то степени даже замызганные. Ну, я хочу сказать, это хорошая замызганность. Потому что, когда проповедник говорил на место из Писания, любое место из Писания мы находили в 2-3 касания. Раз-два. Ну, максимум три. Насколько мы владели тогда вот, ну, просто вот. Моя Библия была вся проклеена. Закладки, как быстрее найти то или другое место. Она вся была изчерчена в цветными фломастерами. Те стихи, по которым я проповедовал, я их подчеркал. Вся Библия, она у меня вот так была всеми цветами. И цялата Библия была в различни цветове. Сега имаме электронни устройства. Ну да, тоже быстро можно найти любое место из Писания. Я думаю, что все равно мы что-то где-то теряем, когда у нас нет под рукой бумажной Библии. Потому что у телефона, у айфона, у айпада может в любой момент сесть батарейка. В моей жизни были такие случаи, когда я приезжаю куда-то со своим айпадом, а там айфона, ну, как бы, вайфая нет. И мог в ситуации, когда уйдем со своим айпадом, но там нема вайфая. А приложение Библии, оно без вайфая не работает. Ну, приложение Библии на работе без него. И вот я вот так выхожу в Южную Корею. И надо проповедить, а айпад не работает. Он говорит, дайте мне Библию кто-нибудь. Я сказал, дайте мне Библию. Бумажную Библию. Хартина Библия. И мне дают Библию. Медал от Библии. Ну, слава Богу, что как бы старая закалка. Слава Богу, что я с упражнения. И я начинаю проповедить по Бумажной Библии. И много буржа на мерах места в Хартина Библии. Да, руки помнят. И рецептами помнят вам. Ну, то есть у Бумажной Библии есть свои очень колоссальные преимущества. И Хартина Библия има предимства. И вот, вы знаете, я сегодня хотел задать главный вопрос. Искам да задам главный вопрос. Как вы думаете? Как мыслите? Почему Бог предпочел? За что Бог и предпочел? Бог не обещает нам. Не обещал. Он не сказал, что он восстановит скинию Моисея. Через пророка Амоса он четко проговорил. Восстановлю. Потрескавшуюся. Скиню Давида. Падшую. Как вы думаете, почему? Как мыслите? За что? Я думаю, что ответ очень простой. Отличие колоссальное. Просто раз мы это проговорили. Первое. Почему? Первое. За что? Потому что в скини Моисея ковчега стоял за завесой. И никто из народа Божия ее не видел. В скини Давида. Ковчег стоит посередине. И народ Божий ее видит. И Божий народ го видит. Она даже не была закрыта. И не скрыта. Скиния Моисеева. Она, можно так сказать, получалась как откровение. Моисеева это скиния белого откровения. На горе Сион. Наполнена Сион. В большом страхе и трепете. При громах и молниях. Народ трепетал от этого. Скиния Давида была получена при беспрестанной какой-то хвале. Веселье. Радости. Вот представьте сердце царя Давида. Он так хотел, чтобы ковчег Заведа вернулся в Иерусалим. В город Давидов. Который находился на горе Сион. Что же делать? Что же делать? Как это сделать так, чтобы Богу понравилось? И он начинает делать какие-то шаги действия. По откровению. Вот давайте вот так вот попробуем. Может вот так Богу понравится. И они начинают каждые шесть шагов приносить жертвы. Тельцов тучных. Агнецев. И потихонечку каждые шесть шагов. Хвала непрестанная. Слова-словия. Брясание музыкальными инструментами. Аллилуйя. И вы знаете, Богу это понравилось. Вот. Хорошо. Мне нравится. И он посетил это собрание. То и посетил два собрания. Он сошел на ковчег завета. То и излял на ковчег. Вы знаете, вот. Пробразы чего это является на нынешнее время? И твое, каков прообразы в наше время света? Я приводил уже один такой простой пример. Это мы, верующие в Новый Завет. Мы можем встать в позицию скини Давида. Можем да застанем позиция на Давидово-то скини восстановленной. Которой Бог устраняет всякую трещинку. Я приводил пример Эдварда Роберца. Который в одиночку, практически в одиночку, сделал невероятное уэльское пробуждение. Което самичек е направил пробуждение в Уэллс. Знаете, сегодня назову еще одно имя. И его книги, его жизни, его биографии меня когда-то потрясли. Это имя Уильям Бренхам. Ну, произносится паранч, паранч. Мы его назвали просто Бронгам. В 90-те годы. Когда дошла такая первая литература, монографии. И смотрите, как проходили его служения. Он родился в 1909 году. Служения его начались в 1933 году, до войны. И достигли эпогея славы после войны. Он собирал огромную аудиторию. Что делал Бронгам? Например, представьте, сидит тысячная аудитория. Бронгам проповедует. В определенный момент он начинает пророчествовать. Я думаю, что у Бронгама была доведенная до абсолюта. Слово знания. Представьте себе. Во время служения он показывает на какого-то человека, который сидит в дальнем углу. И он этого человека не знает. Он этого человека видит первый раз. Вот встаньте, пожалуйста. Вот вы сегодня приехали из такой-то, такой-то провинции. Зовут вас вот так-то, вот так-то, вот так-то. Родились вы в таком-то дне, в таком-то месяце, в таком-то году. И рассказывают о нем такие вещи, о котором знает только вот этот человек. Этот человек говорит, как вы узнали? Об этом даже мои друзья не знают. Но это что-то такое тайное, сокрытое, интимное. Кто-то просил его остановиться. Кто-то вставал в зале, а скажите Бронгам, скажите мне сейчас. Может быть там кто-то вам подсказывает, не знаю. Но я не верю. Он говорит, пожалуйста. Дайте мне одну минуту. И начинает про этого человека рассказывать абсолютно все. Вот так служение продолжается. И оно могло продолжаться несколько часов подряд. Бронгам называет имя человека. Когда и где он родился. Рассказывает очень интимные такие, какие-то особенности с его детства. Которые кроме него никто не знал. И потом освобождает слово знания. Он говорит, вы болеете, уже давно страдаете. Страдаете такой-то, такой-то болезнь. Бог исцеляет вас сегодня. И человек тут же получает исцеление. За свидетельственного, задокументированного. Десятки тысяч вот таких пророчеств. Малых. Слово знания. И исцеление. И ни разу. Ну, примерно, например, несколько десятков тысяч вот таких малых пророчеств. Слово знаний. И ни разу. Бронгам не ошибся. Как вы вот это объясните? А это все сегодня задокументировано. Вы сегодня можете найти достаточной информации. Даже достаточно просто залезть в Википедию про Уильяма Бронгама. А я когда-то читал в 90-е годы, я читал эти монографии, которые только дошли тогда. Мощно доказательство, правда? Божья слава. Да. Я уже иду к концу. Мы, конечно, знаем про Кэтрин Кульман. Мы когда-то заслушивались ее проповедями. Невероятная Божья женщина. Невероятная Божья жена. Смит Виглсфорд. Смит Виглсфорд. Не знаю. Наверное, я все книги его прочитал. Может быть, я прочел всички тому книги. На служениях этого человека. Вот у людей с ампутированными конечностями. И на служениях этому хората с ампутированными крайници. Кто-то ногу потерял. Някой изглубил кракой. У кого-то стопа. Някой стопа. Была отрезана ампутация. Стопа и было ампутировано. У кого-то пальцы, у кого-то руки. Някой прысти, рака. И вот при свидетелях. При свидетелях. Собрания святых. На собрании на свете. У этих людей вырастали ноги. При тези хора сапураствовали краката. Вырастали пальцы. Вырастали руки. Рецеты. Появлялись глаза в глазнице. Появлялись учиты. Абсолютно слепых людей. Как вы мне вот это можете объяснить? Как вот это не может не стать свидетельством мощной Божьей славы? Кто все вот эти люди? Я могу перечислять это бесконечно. Совсем недавно от нас ушел Рейнхард Бонке. Совсем наскоро. Сколько людей воскреслено в услужениях? Просто приносили гробы. Представляете? Просто доносили гробы. Человек умер вчера, позавчера, три дня, четыре дня. И мы смотрели тоже документальный фильм. С доказательствами того, как одна женщина, у нее был переломан позвоночник. И она была парализована. Доктора ей сказали, вы никогда не спустите. Потому что восстановить это никто не может. Вот на служение Брангама. Эта женщина встала по его приказу. И начала славить и хвалить Бога всемогущего. И вот это задокументировали. И по сей день существует видеокассета, которая называется «Исцеление парализованное». И там документы, документально, рентген позвоночника, который был до исцеления. И рентген позвоночника, который был после исцеления. Бог восстановил его полностью. Как такое возможно? Я хочу вам сегодня сказать, ответить. Это состояние. Я себе просто так записал. Все вот эти люди, они ходили в позиции восстановленной скинии Давида. Еще раз прочту. Все эти люди Вильям Брэнгам, Кэтрин Кульман, Свидс Вигглсфорд, Бонке, Робертс. Они ходили в позиции восстановленной скинии Давида. Ходили в позиции на восстановленной скинии Давида. И вы знаете, всех этих служителей отличала одна такая особенная черта. Это люди были по-особенному посвященные. Просто посвященные. Просто они когда-то приняли решение посвятить свою жизнь Богу. Полностью, целиком, без остатка. Иисуса Христа они поместили в центре своего существования. Ковчег Нового Завета в центре своего существования. Интуитивно водиться от Духом Святым. Постоянно питаться Словом Божьим. И иметь совесть, которая омыта драгоценной кровью Иисуса Христа. Обещание Богу добрая и непорочная совесть. Слава нашему Богу. В какое время мы живем? Мы живем в то время, когда Бог пообещал и Он уже это исполнил. И Он это еще продолжает исполнять. Он сказал, я восстановлю падшую скинье Давида. И Бог через Иисус Христа уже это сделал две тысячи лет тому назад. И сегодня ты и я мы можем смело водить с дерзновением во святая святых Богом и ходить также в позиции восстановленной скиньи. Вы знаете, в моей жизни было очень много чудес. Почему? Потому что я когда-то свою жизнь решил посвятить Богу. Так как я его понимаю. В пятницу ко мне привели молодого человека одного. Я уже заканчиваю. Молодой человек очень тяжело страдает от депрессии. И он назвал причину. Я не смог поступить в училище. на электрослесаре. На электрослесаре. Сусар. На электрослесар. Да. И у него наступила тяжелейшая депрессия. И то я впадал в тяжелые депрессии. И он пьет тяжелые антидепрессанты. Пьет тяжкие антидепрессанты. Знаете, мне пришло ему такое сказать. Я рассмеялся. Знаете, Писание говорит непрестанно молитесь. Всегда радуйтесь. За все благодарите. А за что мы должны благодарить? За какого треба да Бог дарим? За какого треба да Бог дарим? Мы радуемся, потому что мы имеем, мы верующие в Иисус Христа. Имеем постоянный доступ. Имаме постоянный доступ к пресвятото мясо. Я засмеялся. Вы знаете, мне стало реально смешно. Я говорю, но я назвал его по имени, по имени не буду называть. И я говорю, ты знаешь, мне смешно. Я сказан, смешно ми е. Почему? За что? Потому что когда-то я не закончил одно единственное учреждение. За что до някога не съм довършил едно учебно заведение. После школы я пытался поступить, я мечтал поступить медицински. меня отговорили. Сказали, ты туда даже не лезь. Там одни головастики учатся. И мы за компанию решил поступить с моими друзьями. Четыре друга в политех. Кто не тех и не тех, поступает в политех. Политехнический. Политехнический институт. Университет. Я не добрал два балла. Не поступил. Мой друг лучший тоже Саня Прочков не добрал. Тоже не поступил. И вы знаете, куда мы пошли? И когда утидохме? Ну, из-за чаяния, что время не терять. Тогда не губим время. Мы поехали в Майкудук. Это у нас самый криминальный район в нашем городе. И поступили в техническое училище 21. На подземных электрослесарей. То есть я должен в будущем стать шахтером. И потом через какое-то время там нас я рассказывал эту историю. Нас отправили по Чингкент хлопок собирать. И следствие от вас они исправили до Сибири памук. А это же были мои кудузские ребята все. Мы были только три пацана из города. Я с моим лучшим другом. И еще один был альпинист. Тоже из центра города. Он возле вокзала жил. близо до гарата. Македузские ребята держали марку. Им каждый день надо было драться. Грабить. Перестреливать с местными ребятами. По ножовщина. Каждый день драки. Почти каждый день погибали ребята. За весь период который мы там пробыли чуть больше одного месяца. Погибло 17 пацанов. Война настоящая война. Почти взвод. По 17 лет пацанам. 17-18. Когда мы вернулись это был 83-й год. Когда мы вернулись директор уличилища вызывает меня. Почему ты еще живой, да? За что ты жив? Мы не можем наказать, что это ты. Но мы знаем, что это ты организатор всех этих преступлений. Я не могу тебя посадить в тюрьму. Я отправлю тебя на север. Ты там сгниешь. Будешь там пасти белых медведей. И он свое слово сдержал. Меня отправили в Сургут. Это даже не было в призывной период. Просто срочно вот так взяли и отправили меня в Заполярье. Где я реально я не знаю как я оттуда выбрался. Там было очень жестоко все. После спецподразделения где я отслужил меня отправили поступать в Омскую высшую школу милиции уголовный розыск. Я прошел там огромный тест и опять же не поступил. В этот раз я не поступил по зрению. Потому что там нужно было стопроцентное зрение. А мне зрение начало падать. Я спрашиваю этого молодого человека. Вот сегодня я закончил Казахстанский государственный медицинский институт. Потом в России закончил с отличием Уральский институт гешта технологии и транзактного анализа психоанализа и так далее и тому подобное с красным диплом. Чуть попозже закончил Цензинский университет традиционной китайской медицины. И сегодня самая лучшая клиника в мире по лечению заболевания головного мозга признала меня в звании профессора по по церебральным заболеваниям. Как ты думаешь? Жалею ли я о том что я когда-то не закончил училище на подземного электрослесаря и поэтому я смеюсь. Бог от чего тебя оберегает? Он тебе приготовил что-то лучше. Найди себе профессию в которой ты будешь получать колоссальное наслаждение. Я сегодня работаю у меня фирма в одном городе в другом городе в Турции планируем открытие. Мне моя работа доставляет колоссальное наслаждение. Хотя работы много. Но мне она нравится. Потому что если ты будешь делать ту работу которая тебе не нравится она просто тебя истощит. просто ты будешь в намного больше депрессии чем ты сейчас находишь. Я уже закончил. Я сегодня именно о том что каждый из нас каждый из вас может войти в состояние восстановленного ковчега и творить все те же самые чудеса которые там в Царстве Небесном абсолютно не являются чудесами. Там это вариант нормы. Там люди не живут сто или даже сто двадцать лет. Библия говорит что они живут там вечно. Они там не болеют. Там нет болезни. Там нет старости. Там нет боли. Там нет слез. Согласны со мной. Мы через вот этот ковчег Нового Завета мы вот это призваны приносить и являть славу Господню на всяком месте и говорить о чудесах Господних которые для Бога конечно чудесами не являются. Для Него это так же естественно как для нас дышать. Аллилуйя. Давайте мы склоним наши сердца попросим Бога чтобы мы просто хотя бы для начала поверили что я могу уже сегодня войти во святая святых Бога попросить у Бога чтобы он прямо сейчас во Христе Иисусе еще и еще раз омил меня своей драгоценной кровью непорочного агнца и сделал меня непорочным в нем святым во Христе Иисусе чтобы сегодня на меня пришла Божья слава как на ковчег Нового Завета и чтобы пришла Божия благодать Божьи чудеса Божьи исцеления Божьи воскрешения так же и в мою жизнь как в жизни когда-то Смит Виглсфорта или Бонки или Кэтрин Кульман для них это как будто было так естественно они просто так доверились тебе что просто получали от тебя отдавали тебе и расширяли твое Божие Царство сегодня мы двигаемся на мусульманский мир церковь готова уже войти в исламский свет но вы знаете в мусульманском мире желают видеть и познакомиться только с живым Богом потому что мертвого Бога они уже знают им не нужна очередная религия им нужен Бог чудес Бог Бог и Господь господствующий тебе за все слава и величие во имя Твоего Единородного Сына Божьего Иисус Христа и народ Божий скажет Аминь Аллилуйя давайте прославим нашего Господа Аплодисменты Аксен спасибо Спасибо Спасибо